В другом социальном учреждении, в психоневрологическом интернате номер один, исправляют нарушения пожарной безопасности, которые нашла прокурорская проверка. Оказалось, там нет противопожарного оборудования, а на окнах второго этажа решетки. Спустя несколько дней после пожара Патулы председатель комитета по труду и социальной защите Александр Рожененков решил посмотреть, что сделано для предупреждения подобных трагедий в петербургских учреждениях. На 500 тысяч рублей в интернате купили 180 огнетушителей, веревочные лестницы, заменили 4 десятка оконных решеток. Пока нет только сигнализации, она стоит 10 миллионов рублей. Вопрос в том, тратить ли такую сумму сейчас, если уже в апреле интернат переезжает в Зеленогорск. Там для больных строят новое здание. Сейчас правительство решает, как врачи и санитары будут добираться из Петербурга на свои новые рабочие места. Мы отсюда будем возить персонал в определенном количестве в Зеленогорск и с работы привозить. И такой вариант есть. И он будет использоваться в каком-то объеме, потому что такое количество 800 сотрудников в Зеленогорске или в окрестностях, при условии, что у нас там несколько интернатов есть, мы не найдем. Переезд интерната решает многие острые проблемы, которые в своих сюжетах поднимали петербургские вести. Зданию 125 лет, его ни разу не ремонтировали. Пациенты половину своей жизни проводят в палатах на 20 человек. С нехваткой медперсонала справятся уже в ближайшие два года. Их зарплата, по словам Александра Ржаненкова, приблизится к средней по городу. Спасибо.